Добрый день, сегодня поговорим про ферму Sunflower Land. Это отличный проект, на котором можно немного подзаработать. На данный момент проходит бодетестирование и около 100 тысяч ферм используются. Некоторые из них были забанены, потому что игра борется с ботами. Но 16 мая предстоит открытие новых регистраций. А именно 22 тысячи ферм будут разрешены к Минту. Что нужно сделать, чтобы зарегистрироваться? Вам нужен дискорд, подтвержденный телефоном, метамаск, на котором лежит один матик и в принципе все. SFL это токен игры, который зарабатывается при продаже SFL в магазине. За него вы покупаете семена. Покупать можно. Вот показывает, сколько он списывается. И за сколько вы его продаете. Вот вы можете продать 6 тыков, соответственно, получите вы столько SFL. Вот он добавился. Соответственно, чтобы открыть все поля, вам нужно будет 3 раза подкормить гоблинов. Первый раз это будет суп из тыквы. 5 тыков нужно будет немножко SFL. Второе это квашеная капуста. Вам понадобится 10 капуст и немножко SFL. И пирог из цветной капусты. Вам понадобится 30 цветных капуст и немножко SFL также. Если вы захотите открыть для себя пшеницу и выращивать ее, то вам понадобится еще 63 дисок и немножко SFL, соответственно. Кроме ваших огородных дел, вы также сможете рубить дрова, собирать железо или камень или золото. Это все происходит довольно просто. Вы просто покупаете топор и рубите дерево. Из него получается, допустим, 4 деревяшки. От 3 до 5 дают. Но единственный минус, что все это одноразовое. То есть вы купили топор, срубили дерево, все, топор потратился. Соответственно, вы также можете купить кирку. Использовать ее на камень, получить 3 камня. Но кирка также пропадет. Это ресурсы для того, чтобы открывать разные NFT, которые в дальнейшем принесут вам небольшую прибыль. Все, что вы собрали здесь, можно продать в магазине. Но если это хорошие растения, допустим, там пшеница, цветная капуста или что-то еще, что долго растет, вы можете продать это в OTS группах. Также как-то можно продать дерево, золото, железо. Есть несколько OTS групп. Там люди торгуют между собой. Кому-то нужно дерево, кому-то нужен камень. Они продают это все за реальные деньги. То есть за матик, USDT, BUSD, кто-то даже за рубли. И, соответственно, все это можно сделать. Легко продать, купить. Проблема в том, что очень много мошенников. И никогда не продавайте никому, не пересылайте ничего вперед. Всегда пользуйтесь гарантом. Как бы, чтобы вас не обманули. Там люди даже готовы обмануть вас на 1-2 доллара. Потому что чаще всего это школьники. Соответственно, будьте осторожны. Что делать в ситуации, когда у вас закончились семена? Вы заходите в магазин и смотрите. У вас нет больше семян моркови. Что же делать? Для этого нужна синхронизация. То есть вы сохраняетесь. Сохранение происходит очень часто, но лучше иногда нажимать сохранение. Вот, соответственно, у вас нет семян. Вы нажимаете синхронизация. Синхронизация. Подтверждаем капчу. У вас вылезает ваш Витамаск, который предложит оплатить комиссию 0-1-матика. Каждая синхронизация стоит 0-1-матика. Это очень дешево, но о доходах вам расскажу дальше. Ждем небольшое количество времени, пока транзакция пройдет. Транзакция прошла. Подтверждаем, что все классно. Транзакция прошла. И, соответственно, в вашем магазине снова полный набор семян. До синхронизации желательно покупать, если вам вдруг срочно нужно синхронизироваться, лучше купить все семена заранее, чтобы они не пропали. Просто так. Что такое деревня гоблинов? Деревня гоблинов находится вот здесь. Она вас предупреждает, что если вы не синхронизировались, вы можете потерять ваши ресурсы, которые были до прошлой синхронизации. Так что ходить туда лучше после синхронизации. Вот мы сейчас синхронизировались. И, соответственно, мы переходим. Деревня гоблинов выглядит так же мило. Здесь есть банк, крафт для фермеров, крафт для тех, кто вырабатывает ресурсы, фортной и колодец. Банк нам нужен для того, чтобы вводить-выводить токены. Так же вводить-выводить разные ресурсы, NFT и многое другое. Если вы хотите внести что-то с OpenSea, отправляйтесь. Вот ваш адрес фермер, вы можете скопировать. На него можно отправить любые ресурсы с OpenSea, либо NFT-шки с OpenSea. И они все попадут сюда. И после следующей синхронизации появятся у вас на аккаунте. Вы можете вывести либо токены, либо предметы. Вывести токены. До 100 токенов у вас будет 30% налога. После 100 токенов 25% налога. И, соответственно, больше 1000 – 20% налога. То есть, чем больше вы выводите, тем вам выгоднее. Вывод предметов. Вывод предметов – все, что у вас есть. Допустим, вот у меня есть дерево. Я могу вот так нажать. Соответственно, вот тут вот так. И все. При нажатии вы нажимаете «Вывод» и оно уходит на OpenSea. Крафт. Крафт для фермеров. Фермеры имеют разные интересные крафты. Соответственно, тут есть курятник. Он дает в 3 раза больше яиц. Но курицы пока не открыты. И вообще животноводство пока не открыто. Из доступных очень мало что осталось. Соответственно, потому что вот такие дешевые NFT, их сразу раскупили. Их можно купить только на OpenSea. Из полезных NFT есть пугало. Оно позволяет вашему огороду расти на 15% быстрее. Также вы можете его улучшить до пугало, которое дает больше ресурсов на 20%. И каждое следующее пугало берет свойство предыдущего. То есть, оно не только будет давать 20% ресурсов, но также будет, как это, увеличивать скорость роста растений на 15%. Это пугало уже продано. Оно позволяет бесплатно покупать семена. Соответственно, его можно купить только на OpenSea. Крафт для ремесленников, так сказать. Тут много чего визуального просто. Вот многие NFT, они созданы для того, чтобы просто стояли. Вот, допустим, бассейн. У вас, возможно, на участке будет стоять такой бассейн. Он ничего не дает. Он просто красивый. Но, соответственно, на OpenSea он стоит довольно-таки дорого. И если вы хотите его сделать, можно сделать и продать. Из полезных NFT тут есть бобры. Маленький бобренок дает 20% больше дерева. То есть, вместо от 3 до 5 вы рубите от 3,6 до 6 деревьев за один топор. Так же, как и с пугалом, каждый новый бобер берет функции предыдущего. То есть, следующий бобер. Каждое дерево восстанавливается 2 часа. Этот бобер делает так, что они восстанавливаются 1 час. Но так же он берет в себя преимущество маленького бобренка, что дает 20% профита. И, соответственно, самый крутой бобер, он можно рубить деревья без топоров. То есть, как бы бесплатное дерево. Это очень выгодно. И на данный момент он распродан. И его можно будет купить только на OpenSea. Тейлор. Портной, он просто делает косметические флаги. Можно купить флаг любой вашей страны и поставить его на участок. Флаг ничего не дает, это просто украшение. Так же, как и многие украшения в крафте. Колодец. Колодец дает вам небольшую денежку за то, что вы делаете пул ликвидности на QuickSwap. Я вам расскажу про QuickSwap чуть позже, когда расскажу о выводе средств. То есть, соответственно, вы размещаете торговую пару SFL Matic и за это получаете от колодца раз 3 дня какую-то небольшую награду. Данная игра довольно-таки милая. И как на ней можно подзаработать и сколько в каких цифрах. Ну, вначале я расскажу про развитие. На данный момент прогресс в игре. На данный момент игра находится, так как я говорил, в бета-тесте. И активно 100 тысяч ферм, из которых около 30 тысяч забанены, потому что игра борется с ботами. Но 16 мая откроется регистрация 22 тысяч ферм, которые как раз одной из них вы себе заберете. В скором времени будет открыта рыбалка. Все животные будут открыты. И пчелы, мед. А сейчас мы посмотрим, сколько на этом можно заработать. В данный момент, если выращивать первые 4 растения, то в среднем вы будете получать около 6 токенов в день. Это около 2 долларов. Это не так много. Но это если вы будете просто все свои растения продавать и выводить токены SFL. Это не очень выгодно. Лучше развивать ферму. Соответственно, делать NFT, делать чучело, пугало, бобров и так далее. Плавно развиваться. То есть, если у вас за первые 2 недели ферма довольно-таки хорошо развивается, то вы будете получать гораздо больше. То есть, ферма 5 уровня уже будет приносить на несколько монет больше. А 10 уровня еще на несколько монет больше. Также вы можете продавать на ТС все, что вы получили на ферме. Это пшеница, пастернак, редис. Это все хорошо покупают. Дерево, топоры, золото. Это все быстро скупают. И многим это нужно. Также делайте NFT. Можно и продавать на OpenSea за хорошие деньги. Подытожим. Эта игра отлично развивается. И на стадии бода-тестирования уже видно, что ее разработчики отлично продумывают наперед все механики, борются с ботами и дают немного заработать. И если вы играете в нее довольно-таки редко, можно спокойно высаживать растение на 4-8 часов, заходить 3-4 раза в день. И получать с этого около 80-100 долларов в месяц с приятным графиком и интерфейсом, это довольно-таки достойно. Но я думаю, что доходы будут гораздо выше, потому что откроется больше и больше разных новых режимов в игре. И если вы будете хорошо развивать свою ферму, а не как школьники, продавать все сразу на OTS за копеечку, то далее игра вам даст гораздо больший доход. Мой также совет сделать несколько ферм на разных прокси, чтобы вас не забанили. И, соответственно, неспешная игра, а получать пассивный доход. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь. Спасибо.